Здравствуйте, меня зовут Харитонов Дмитрий Олегович, я врач-мануальный терапевт, старший специалист по реабилитации реабилитационного центра Хакуто. Сегодня я хотел бы рассказать про адгезивный капсулит или синдром замороженного плеча. Это состояние характеризуется болью в плече и ограничением движения. Это состояние длится около двух лет, делится на три фазы. Это первая фаза болевая, она протекает около трех месяцев. Это стадия фаза заморозки и фаза разморозки. То есть вторая фаза длится до 9 месяцев, третья от 9 месяцев и 18 месяцев до двух лет. Причины адгезивного капсулита. Адгезивный капсулит бывает первичный, идиопатический, с неясной идеологией. Также он бывает вторичный, как правило это посттравматический адгезивный капсулит. Что способствует развитию адгезивного капсулита? Это возраст, чаще всего это женщины после 40. Это системные заболевания, это сахарный диабет и гормональные нарушения. Также способствует травмам. Сегодня я хочу поделиться клиническим случаем. Пациентка с адгезивным капсулитом, которая пришла к нам на шестом месяце после начала заболевания. Болевой синдром она уже купировала. Ей было проведено в другом учреждении уколы глюкокортикостероидов, различные препараты. Ударно-волновую попробовала, но ограничения движения у нее сохранялись. Она пришла к нам с ограничением движения в сгибании до 90 градусов активно и после активного движения, пассивного движения было мало. Особенно характерно это для наружной ротации. То есть наружной ротации было ограничение 2-3. То есть совсем было мало у нее движений пассивных. Опыт pouch. Закон. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...